Христос воскрес, дорогая Церковь! Занимайте, пожалуйста, места. Наш Господь истинно свят. Трудно не согласиться с тем выражением, что в наши дни при жизни человека на земле все происходит в свое время. Знаете, даже природа как бы где-то говорит нам или свидетельствует нам о том, когда меняются времена года. Тогда в природе происходят те процессы, которые видно человеческому глазу, а может быть, те процессы, которые мы не замечаем, но поверьте, что все проходит тогда, когда этому поставил время Господь. Я хотел бы, чтобы мы вместе с вами прочли текст, который записан в Евангелии от Луки, 22 глава. Сегодня у нас необычное праздничное служение, когда мы вспоминаем подвиг нашего Господа Иисуса Христа. Иногда мы говорим, это искупительный подвиг, искупительный для Церкви, для верующих людей. Да, мы говорим в это время, какое или в эти служения, какую ценой мы достались для нашего Господа Иисуса Христа или какая цена была уплачена за наше освобождение. Но я также хочу, чтобы мы понимали то, что Иисус Христос, Он восстал, и воскресение Иисуса Христа – это истинная победа. Он не остался там в гробу, Он воскрес. Знаете, и будучи с учениками на земле, мы будем читать текст Луки, 22 глава, с 14 по 23 стихи. Они пошли, 13 стих, прочтем включительно, пошли и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху. «И когда настал час, Он возлег и двенадцать апостолов с ним, и сказал им, «Очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее пока она не совершится в Царстве Божием». И взяв чашу, благодарив, сказал, «Примите ее», и разделил, и разделите между собою. «Ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божие». И взял хлеб, и, благодарив, преломил и подал им, говоря, «Сие есть тело мое, которое за вас предается, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери, говоря, «Сие из чаши есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается». «И вот рука предающего меня со мною за столом». Впрочем, Сын Человеческий идет по предназначению, но горе тому человеку, которым он предается. И они начали спрашивать друг друга, кто бы из них был, который это сделает. Знаете, когда Иисус Христос, мы прочли с вами, учреждает вот эту новую заповедь, или, как мы говорим с вами, он в первый раз преподает вечерю Господню для своих учеников, они еще не понимают, может быть, всего того, что произойдет вскоре. У них есть определенные переживания, они хотят знать, кто это будет из них, тот, который предаст его, но они, может быть, принимая все это из рук Иисуса Христа, как вот ту израильскую Пасху, может быть, недостаточно для себя заострили внимание о том, что говорит Иисус Христос. Сегодня в нашем собрании или на таких вот собраниях, когда мы видим перед собою стол, мы говорим о подвиге искупления нашего Господа Иисуса Христа. Мы говорим о той заповеди, которую Он устанавливает, и мы ее называем хлебопреломлением. Оставляя эту заповедь, Иисус Христос говорит ученикам, тогда и сегодня Он говорит мне и каждому, кто следует за Ним, что я ее оставил с определенной целью. Это не просто так, чтобы вы собирались вместе, но эта заповедь имеет определенную цель, в жизни верующего человека. Когда мы прочитали Евангелие, мы прочитали такие слова, когда настал час. Знаете, в нашей жизни настаёт то время, когда мы начинаем что-то по-новому переосмысливать. Может быть, то, что мы очень часто делали и уже делали, или вот это действие мы довели в своей жизни до автоматизма, и оно у нас так происходит. Но знаете, мы никогда, может быть, не углублялись или не пытались погрузиться и понять смысл для себя, почему мы это делаем, или что должно быть через это действие в моей жизни. Израильский народ имел очень много заповедей, начиная с заповедей Моисея, которые Бог даёт, и много других из Священного Писания. Знаете, и у них тоже была определенная цель достичь в сердце человека или достичь в жизни человека определенных изменений. Но, увы, кто-то из вас скажет, были на страницах Библии такие люди, которые, может быть, следовали или относились к израильскому народу, или относились к последователям Иисуса Христа, как мы только что прошли, но в ихнем сердце или в ихней жизни не было тех изменений, которые должны были быть. Увы, и такие факты мы видим в Священном Писании. Но это не говорит о том, что цель заветов Господних, цель заповедей Господних, она теряет свое значение. Нет. Знаете, очень интересно посмотреть на историю. Казалось бы, языческий царь, Артараксекс, знаете, персидский царь, когда Ездра восстанавливает Иерусалим, мы все очень помним хорошо, может быть, эту историю, так как мы, может быть, не так давно проходили эту книгу на наших разборах, мы очень много говорили. И знаете, очень удивительно для меня, что этот царь, да, у него был в подчинении раб Божий Ездра, или, знаете, такой человек, который, может быть, научил или показал ему могущество Бога Израилева. Седьмая глава, мы находим такой текст, 24 стиха по 26, когда он отправляет Ездру, и он дает им такой знак, чтобы никто из священников или левитов, певцов, притворников, нефаимов и служащих при этом Доме Божьем, он не называет его, как-то, что он его, но при этом, который восстановил Ездра, не налагать, на них подать, ни налог, ни пошлины. Но он дальше говорит, «Ты же, Ездра, по премудрости Бога Твоего, которая в руке Твоей, поставь правителей и судей, чтобы они судили весь народ за рекою, всех, знающих законы Бога Твоего, а кто не знает, тех учите. Кто же не будет исполнять закон Бога Твоего и закон царя, над тем немедленно пусть произойдет суд. На смерть ли, или на изгнание, или на денежную пену, или на заключение в темницу». Знаете, казалось бы, откуда у царя, языческого царя, вот такое может быть трепетное отношение к храму, трепетное отношение к законам Господним, но у него, так как он царь, я понимаю, у него есть твердое и одно понимание, то, что любое повеление должно быть исполняться, для того это повеление и издается, для того оно и ставится среди народа не просто, чтобы его озвучили, но чтобы по этому жили. Знаете, иногда, может быть, мы даже до сих пор пользуемся какими-то благами вот из этого, о том, о чем говорит 24 стих. сегодня похожее время. В чем? Если не знаешь, еще возможно узнать. Если не следуешь, еще возможно изменить свой путь и стать на путь следования за Иисусом Христом. И это время мы называем верующие время благодати, когда Господь призывает Духом Святым через Слово сегодня этот час. по словам евангелиста Луки, по словам апостола Павла, когда мы читаем послание к римлянам, к коринфянам, особенно, первое, второе, вечеря Господня является вечерей воспоминания о Господе. Так говорит нам Священное Писание. Причем апостол Павел еще называет его возвещением смерти Господа. И там еще есть до дня второго пришествия или до дня того тогда, когда Господь вновь явится. Но это воспоминание, возвещение, знаете, иногда очень печально, но оно так и остается, как будто только, знаете, каким-то указом, каким-то привыкнувшим к нашей жизни набором слов. но нет, как апостол, как Иисус Христос, как Павел и другие говорят, что нет, это воспоминание должно заключаться в том, что ты должен взять хлеб, ты должен взять чашу и участвовать. Евангелие ясно говорит, примите, едите, пейте, сие творите до возвращения Христа и Иисуса на землю. Другими словами, готовьтесь и будьте всегда готовы прикоснуться к этой святыне. Готовьтесь и будьте всегда готовы к тому моменту, что твой Спаситель Иисус Христос, Он вновь придет на эту землю. В чем должна быть выражена моя готовность как христианина сегодня? В чем должна быть выражена эта готовность в участии в Его заповеди, и во втором пришествии Его на землю? Следует дать себе отчет и четко понимать, что Священное Писание не придает хлебу или вину каких-либо совершенно, знаете, таких особенных сил. Это символы. Но все заключается в том, с каким состоянием сердца мы приходим к этому. Это хочет сказать сегодня нам Иисус, это хочет сказать нам Павел, это хочет сказать нам Дух Святой. И знаете, великое благословение получает тот человек, который действительно правильно приготавливает себя к этому моменту и участвует точно так же, как будет великое благословение и благо тому, кто будет готовым к встрече Господа нашего Иисуса Христа. Так как это было с десятью девами, великое благословение было для тех, кто вошли в брачный пир жениха. Знаете, я хотел бы, чтобы мы вместе с вами посмотрели на некоторые качества, которые говорят о нашем правильном внутреннем состоянии перед тем, чтобы участвовать в вечере Господней. Первое, что должно быть у любого человека, христианина, знаете, идющего за Господом и говорящего или исповедующего Господа своим спасителем, это живое упование на своего Искупителя и Господа. Ибо всякий дом устрояется кем-либо, а устроивший все есть Бог. Послание к евреям, третья глава. И шестой стих, мы читаем такие слова, «А Христос, как Сын в доме Его, дом же Его мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся твердо, сохраним до конца». Живое упование, живой дом, Павел говорит, только в том случае, если действительно Христос является полным Его владельцем. И мы понимаем, что Он говорит здесь о внутреннем доме, доме моего сердца и твоего сердца. И насколько важно, чтобы действительно всю внутреннюю жизнь устроил Бог. Потому что устрояющий все во всем есть Господь. Так мы читаем. Второй момент – это любовь ко всем святым. Или иногда мы говорим любовь к ближнему. Знаете, если мы читаем о том, как Иисус устанавливает вечерю или дает новую заповедь, мы читаем Евангелие от Марка, Луки, мы читаем Евангелие от Иоанна. И знаете, мы читаем именно у Иоанна, когда Он говорит, что немножко по-другому говорит, и Он говорит, новую заповедь даю вам. Хотя мы понимаем, что эта заповедь, она была, она есть, но она преподана Христом по-новому, и она должна быть все-таки в жизни человека как-то реформирована, потому что она была в запущенном состоянии. И мы читаем у Иоанна в 13 главе такие слова, заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы любите друг друга. Потому узнает, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Евангелист Иоанн говорит, что это тоже очень важный момент внутренней жизни каждого христианина. Любовь и мир друг с другом. Чтобы я и ты действительно получал вот этот внутренний мир на вот этом основании. Не на том основании, как я понимаю мир и как я понимаю любовь, или как оно смотрится с моей стороны, или как оно смотрится с моей ситуации. Господь говорит, что ты оставь свою сторону, свою ситуацию и позволь мне осветить эту ситуацию. И только тогда ты увидишь истинное положение дел. Еще одно из качеств, которое помогает нам правильно приготовиться к вечеру, это твердая и непоколебимая надежда на то, что Иисус Христос, когда придет тот час, вернется на эту землю. И в этом у нас должна быть твердость и непоколебимость. 18 стих Евангелия от Луки мы читали «Ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божье». Христос обещает нам, что есть на небе тот день и тот час, когда его вторичный приход на землю будет и он этого не пропустит. А как это в моей жизни? Готов ли я буду к этому? Пропущу ли я? Готовлюсь ли я к этому? Или нет? Знаете, еще одно очень важное, мне кажется, качество, то, что это все, как бы мы себя не готовили, это должно быть искренне, с благодарностью Господу за все, что мы имеем в нашей жизни. Может быть, не за то, что мы хотели, или как-то мы планировали, или мы видели по-другому, но вот то, что есть на данный момент, быть искренним, благодарным в этом от чистого сердца. и понимать, что даже если я прохожу через какие-то трудности, это то, что Иисус Христос считает благом для меня. Может быть, это трудно понять, трудно принять, но к этому призывает нас Священное Писание. Знаете, я хотел бы также прочитать один текст из послания к евреям. Итак, братья, имея дерзновение входить в освятилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым, может быть, я прочитаю не совсем нам такой знакомый перевод, я прочитаю, может, с нового перевода некоторые слова или тексты, которые мы уже привыкли слышать и знаем их наперед, прозвучат немножко по-другому. И это поможет нам иметь полноту всей картины, о чем здесь говорит апостол, который он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою. И имея великого священника над Домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем и полною верою, краплением, очистив сердце от порочной совести, омыв тело водою чистою. Будем держаться исповедания, упования неуклонно, ибо верен обещавший. Будем внимательны друг к другу, прощая, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрание свое, как есть у некоторых обычаев, но будем увещевать друг друга и тем более, чем более усматриваем приближение дня онного. Брат Максим прочитал этот текст в начале, потому я хотел прочитать этот текст немножко с другим переводом, и мы понимаем, что этот текст отражает вот все те позиции, о которых мы говорили ранее. перед тем, как мы с вами будем через некоторое время участвовать в вечере Господней, давайте вместе с вами вспомним, к чему приводит или приводило неправильное поведение человека по отношению к заповедям Господним. Знаете, и не только к заповедям Господним, но даже к повелениям Царя, то, о чем мы читали ранее. Благословение это то качество или то состояние, которое каждый из нас желает. Знаете, иногда мы думаем, что я приду в церковь, покаюсь, получу водное крещение, буду участвовать в вечере Господней, и вот это все я достиг. Вот это то благословение, которое хочет, чтобы я имел Господь. А Священное Писание говорит, да, но смотря с какой целью ты будешь все это преследовать в своей жизни. И на всем этом пути будет ли у тебя действительно искренняя радость, когда ты будешь все это делать? Радость в чем? В том, что ты обрел Спасителя. Знаете, я недавно читал журнал «Братский Вестник» за 1947 год. Я смотрел, что вот это послевоенные годы. Братья действительно размышляли, и одну из статей, которую я читал, это искреннее послушание в следовании за Господом. Еще тогда, я думаю, на протяжении всех времен жизни верующих людей, вот эта проблема настояла остро, потому что вот эта неискренность, она становилась где-то препятствием тому, чтобы действительно те Божьи благословения, которые он приготовил, изливались в полной мере на народ его. И этому, знаете, был виновен сам человек. И тогда, и сегодня я вижу, что братья размышляли, этот вопрос как-то, может быть, волновал их. они пытались, может быть, достучаться и сказать, что не все эти ритуальные действия принесут в твою жизнь благословение, радость, но искренность в служении твоему Спасителю. Потому что в непослушании очень много горести, и Священное Писание Библии открывает нам очень много картин негативных, связанных с этим. Непослушание стало причиной, что Адам и Ева потеряли рай. Но, знаете, если посмотреть дальше и глубже, они не потеряли просто рай, они потеряли общение с Богом, простое, открытое общение. В этом вся трагедия. Непослушание сегодня в наше время это тоже потеря общения с нашим Богом. непослушание Богу и Его заповедям неоднократно приводило к тому, что израильский народ становился пленным народом, был уведен в плен, в порабощение, в рабство. Через это он получал физические трудности в своей жизни. Через это он получал притеснения. и причиной всему это было казалось бы банальное непослушание заповедям Господним. Сегодня непослушание заповедям Господним делает верующих рабами греха и похоти. И мы не видим, как это случается и замечает, и мы думаем, что мы ходим в собрания, мы покаялись, мы приняли крещение, мы участвуем в вечере, но в таком состоянии можно находиться в рабстве греха. Об этом нам говорит Священное Писание. Непослушание стало причиной, по которой Моисей не вошел в обитованную землю, и очень много из израильского народа, они остались за рекой, погибли, потому что не послушались, не сделали так, как должны были сделать, не сделали так, как велел Господь. сегодня, знаете, я не могу лишить вас благословений, и вы не можете меня лишить Божьих благословений, но сами друг друга мы лишаем тех благословений, или тех благ, которые Господь приготовил нас, или Господь приготовил для нас, но своим непослушанием мы не позволяем Господу ими нас благословить, или ими их нам дать. Я не говорю сегодня о спасении, нет, я говорю сегодня именно той искренней радости и благости, которую Господь хочет по отношению к искренним детям своим. Мое и твое непослужание сегодня может быть причиной недостойного участия в вечере Господней, который влечет за собой определенные последствия, духовные последствия для жизни верующего человека, как для нерадивного, как для непослушного христианина. Апостол Павел в послании Коринфянам в 11 главе написал такой текст, мы его часто читаем, я хотел бы прочесть с 26 стиха по 32, мы может быть даже знаем это место наизусть, когда оно читается из месяца в месяц, мы к нему привыкли, и оно нас, может быть, не проникает до глубины сердца или в душу туда, куда оно должно было проникнуть. Но я сегодня хотел бы, чтобы, когда мы будем читать, мы позволили, чтобы Дух Святой донес его туда, куда нужно, чтобы Он донес это Слово. Я буду читать в другом немножко переводе, потому что каждый раз, когда вы едите этот хлеб и пьете из этой чаши, вы свидетельствуете о смерти Господа. Делайте так, пока Он не придет. Таким образом, кто ест хлеб и пьет из чаши Господней, не придавая этому должного значения, тот грешит против тела и крови Господа. Человек должен проверять себя прежде, чем есть хлеб и пить из чаши, потому что каждый, кто ест или пьет, не осознавая значения тела Господня, тот ест и пьет в осуждении себе. Потому то среди вас так много физически слабых и больных, а многие даже и умерли. Но если бы мы проверяли самих себя, то избежали бы осуждения. Но когда нас судит Господь, мы подвергнемся наказанию, чтобы нам не быть осужденными вместе с остальным миром. Сейчас настал тот час, когда Господь усмотрел для нас проверить каждой свое внутреннее состояние и услышать и понять, что мне говорит Святой Дух, что мне говорит Господь, на что указывает и к чему призывает меня. Да благословит нас Господь правильно и ясно услышать и увидеть себя таким, как есть. не как-то приукрашивая, несмотря со своей правды, не уничижая и, может быть, не припедняя, но именно увидеть так, как открывает это Господь. Какими мы бы не увидели себя сейчас, я хочу, чтобы каждый из нас знал, что Христос хочет, чтобы мы участвовали в его вечере. Но для этого нужно сделать то, что повелевает нам Священное Писание и Дух Святой. Да поможет нам и благословит нас Господь поступить так, чтобы через наше решение всегда был прославлен наш Спаситель Иисус Христос. Перед тем, как мы будем молиться, я хотел еще прочесть один текст, и мы будем молиться. Послание к евреям, вторая глава. Поэтому мы должны быть особенно внимательны к услышанному, чтобы не отпасть. Потому что если слово, сказанное Богом через ангелов, возложило такие обязательства, что всякое нарушение и непослушание было наказуемо по заслугам в полной мере, то как мы сможем спастись, если пренебрежем столь великим избавлением? Это избавление, которое сначала было призвучено Господом, подтвердили нам те, кто слышали Его, в то время, как Бог подкрепляет их свидетельство различными явлениями, знамениями, чудесами, а также посредством даров Святого Духа, которые Он раздал по собственному усмотрению. Да поможет нам Господь быть особенно внимательными к тому, что происходит сейчас внутри нас. Настал этот час. Аминь. Будем молиться. Субтитры